Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик, продолжаем снимать обзоры на зарядное устройство. Данное зарядное устройство предоставил нам аккумуляторный центр Медведь, ну и давайте, наверное, по порядку. Зарядное устройство Орион Вымпел 265, если вы помните, то раньше назывались такие ПВ. Вот оно, зарядное устройство на цене, это ПВ-265. Но это как бы новинка, переработанные ПВ-шки сейчас выпускаются уже под брендом Вымпел. Выпускает все тот же производитель, это НПП Орион СПБ. Привет вам огромный. Стоит заметить, что начали выпускать в новой коробке, то есть вот такое, это под регуляторы, если что, под эти вот пимпочки. На всякий случай. Также, если вы обратили внимание, то коробка стала меньше. Стоимостью, ну, около 1850 рублей. Вот такая инструкция идет, она сразу идет к Вымпелу 265-325. Это, наверное, 265 и 325, это одни из легендарнейших Орионов. Я помню, они были почти у каждого мужика в гараже, дома, еще где-то. То есть это вот самое стандартное. Она соответствует цена-качество, вот данное это зарядное устройство. Кстати говоря, я на 265, я, по-моему, снимал обзор, типа там подделка, не подделка. Посмотрите в комментариях, там будут ссылки, зайдите, посмотрите. Здесь стоит у нас звездочка и написано, модель 265 выпускается в двух корпусах. Стандартный и компактный. У нас компактный корпус, то есть чуть-чуть поменьше, чем стандартный. Что мы здесь имеем? Диапазон регулировки тока от 0,4 до 7 А. И, соответственно, стабилизация напряжения 14,9-15, ну, стандартное напряжение. Все, в принципе, это такой автомат, да, но с возможностью того, что можно выбрать вручную, установить силу тока. Ну и график, давайте посмотрим. Ну, график здесь абсолютно обычный будет, стандартный автомат. В начале подается максимальная сила тока, точнее, заданная сила тока. Соответственно, когда достигается номинальное напряжение, сила тока уменьшается и дальше уходит в режим хранения. Итак, перейдем к самому зарядному устройству. Оно идет вот в таком вот компактном корпусе, то есть оно чуть-чуть, да поменьше, чем стандартный Orion. Что мы имеем? Сзади у нас отсек для проводов, здесь виднеется вот в этом новеньком корпусе кулер, тоже такой относительно небольшой. Ну и выводы проводов, по бокам ничего нет, сверху и снизу жабры для пассивной и активной, в том числе, вентиляции. На лицевой стороне у нас амперметр максимум на 7 ампер и, соответственно, два диода подключения в сеть перегрев и единственный орган управления – это установка силы тока, то есть как раз значение вот этой вот стрелки амперметра. Ну, давайте подключим и посмотрим, что у нас здесь имеется. Сечение провода у нас 0,75, сейчас я их распутаю и подключу. Крокодильчики до боли стандартные, без всяких проблем. Штепсельная вилка для розетки тоже обычная, рионовская, подходит ко всем типам розеток. Как только подключили, слышим некий шум. Подключаем зарядное устройство к аккумулятору, заранее выставив 0 на амперметре и оно зашумело еще сильнее, кстати. Сейчас засвистело, слышите какие-то звуки? Вот сейчас я выбрал минимальную силу тока, то есть регулятор поставил, можно сказать, в 0, но тем не менее 0,5 ампера все равно подается. Далее мы выставляем чуть побольше, соответственно, максимум 7 ампер и как только достигнет на аккумуляторе напряжение номинальное, вот это вот 15, соответственно, сила тока начинает падать. Давайте проверим напряжение, действительно ли оно такое и, собственно, посмотрим. Напряжение у нас держит 15 вольт, это в допуске, там идет допуск от 14,9 до 15,1. Сила тока у нас начала падать. Все, то есть это обычный стрелочный автомат, в котором можно установить только силу тока. Но это, наверное, одно из распространенных самых простых зарядных устройств. Ну вот такое вот зарядное устройство, кто что думает по поводу него, пишите вниз в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok